ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Едва ли кто-то мог заранее предугадать, каким в действительности потрясением для тысяч людей обернется шестой всемирный фестиваль молодежи и студентов. И как много эти две недели изменят в жизни целой страны. В Москве стояли жаркие дни с очень теплыми ночами. И это погодное обстоятельство сыграло не последнюю роль в развитии некоторых событий. Нет ни машин, ни случайных похожих, есть только ты, ты и я. Это действительно было некое помешательство. Я с этим согласен. Но естественно, если вы вдруг глотнули очень свежего воздуха, у вас закружится голова. Это было примерно то же самое. Моя мама была секретарем Комсомольской организации университета. Она принимала африканских студентов. Я думаю, что у нее в 57-м году, наверное, произошел переворот, культурный переворот и в голове, и в душе, и в судьбе. Переворот в головах собственных граждан, по правде сказать, меньше всего входил тогда в планы кремлевского руководства. Уже прошел развенчавший культ Сталина 20-й съезд. И решившись на международную акцию в Москве, власти рассчитывали, что фестиваль может стать как раз уникальным шансом для пропаганды советского образа жизни среди приезжих иностранцев. На волне освобождения страны от сталинизма такая пиар-компания могла иметь успех. Тем более, что кроме 30 с лишним тысяч зарубежных делегатов, в Москве ожидали небывалый наплыв – 2000 журналистов. Иностранцев не было до фестиваля. Вообще никаких иностранцев никогда в жизни невозможно было увидеть. Их просто не было. Считанные дипломаты сидели в своих гетто. Удивлять гостей решили с русским размахом. А знаете ли вы, сколько взлетит небо голубей в день открытия фестиваля на стадионе имени Ленина? Передо мной стояла задача вырастить 100 тысяч их, с тем, чтобы 40 тысяч их выпустить в небо. Представляете, какая была практически неразрешимая задача. К тому же нельзя было повторить конфуз, случившийся на предыдущем фестивале в Варшаве, где голуби просто расползлись по полю стадиона. Чтобы так не опростовалосьиться, в Москве тренировку птиц взяли под строгий партийный контроль. А в каждый крупный комитет комсомола полетели дипеши. Вырастить к фестивалю столько-то тысяч голов голубей. В зависимости от числа голов, как тогда шутили комсомольцев. Хотели еще заставить членов ЛКСМ заниматься селекционной работой. Но, на их счастье, дело не зашло так далеко. Кто-то, по-моему, это секретарь парткома завода Лихачёва, а он был членом бюро горкома партии, принес эту листовку злополучную, где было указано, что нужно взять яйца у такой голубки и подложить их к такой-то. И в воздевательском тоне поведал всем присутствующим, горкоме нечего больше делать, как вот яйца крутить. Энтузиазм граждан и чиновников, охваченных идеей фестиваля, не знал границ. Режиссеры Юрий и Иринита Григорьевы до сих пор удивляются, какой фантастический карт-бланш им дали полвека назад на производство курсовой работы. А дело было в правильно выбранной теме. По сюжету фильма некий международный студент Плом влюбляется в русскую девушку Катю с обложки огонька. Я живу в большой далекой стране. И едет в фестивальную Москву, невзирая на козни недругов СССР. Реклама в газетах и средствах массовой была такая, что это не империалисты остались дома, вот те, кого надо ненавидеть. А приехали друзья, они рвались сюда, минуя запреты полицейских, ну и так далее, и так далее. Так вот, когда Григорьевы придумали, что Плонг со своими друзьями поедет в Москву на старейшем 1898 года выпуска автомобиля, они без особых колебаний отправились в музей. И говорю, вы знаете, вы не могли бы нам дать на киносъемку вот этот ваш автомобиль, первый в мире. Нам дали вместе с музейщиком. Мы на съемке его запустили, и он поехал. Но он начал отваливаться все части. И проехал, значит, метров сто, при этом страшно тарахтя, дрожа, вот так ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды, стали отваливаться от него части какие-то. И он встал наконец. По звонку из Москвы студенческую группу пустили снимать на роскошный морской лайнер, который СССР получил после войны в качестве контрибуции. Личный корабль Адольфа Гитлера. Какие-то там каюты внутри вообще, чуть ли не из красного дерева там. Бог знает. И вот, и опять же, какую-то группу студентов пустили на этот город. И бесплатно нас возили из Одессы до Батуми и обратно. Здравствуйте, Светлана. Может быть, тогда впервые и был снят знаменитый кадр, который нынешняя молодежь охотно повторяет уже как цитату из фильма «Титаник». Но вернемся в 57-й. Под контролем соответствующих органов шел отбор будущих участников фестиваля. Люди, которые приезжали со всех стран мира, они хотели увидеть, как живут черные в России. А черных всего было 3 семьи или 4 семьи. Ну, естественно, конечно, к нам посылали делегации. Но до этого нас предупредили, что будут делегации. И дом у нас, конечно, был маленький. Мы жили очень бедно, у нас не было телевизора. И вдруг нам позвонили и сказали, что мы, значит, привезем вам телевизор маленький с линзой. Здравствуйте, ребята. Начинаем передачу для детей. Конечно, это была показуха, поэтому у нас не было же телевизора. Вдруг он появился, понимаете. И у нас не было машины, и вдруг она появилась. Она, по-моему, даже и не ходила, но она была во дворе, красивая стояла. Помню, что к нам приходили и давали нам инструкции. И мы, конечно, сидели и даже заучивали те слова, которые мы должны были сказать. Самым неожиданным оказалось приглашение на фестиваль для московских эсперантистов. Несложный в изучении язык эсперанто, изобретенный польским евреем Замингофом, специально для международного общения, при Сталине был под запретом. А все руководство Отечественного Союза эсперантистов в 1938 году оказалось в ГУЛАГе. Эсперанто боялось не только советское руководство. Это вполне естественно, потому что эсперанто дает возможность людям общаться бесконтрольно. Эсперанто очень не любил Гитлер. Он уничтожил всех эсперантистов в свое время. Эсперанто не расцветало в Америке в период Алена Далеса. Как бы ни было, на всех молодежных фестивалях эсперанто был принят как один из языков общения. В Москве не могли игнорировать этот факт. И в спешном порядке стали собирать оставшихся энтузиастов. Доктора филологии Евгения Бокарева, писателя Ивана Сергеева... Нашли старых эсперантистов, взяли их детей, и вот закрутилось это все. Нас постоянно каждую неделю, если не два-три раза в неделю, вызывали в ЦК Комсомола. Там, на этом самом, Ильинских ворот. И говорили, помните, что вы самая опасная организация. Я говорю, почему самая опасная? Потому что вы работаете без переводчика, а переводчик просеивает прямым текстом. И вот наступило время ИКС. Голубей к июлю в Москве развелось столько, что их стали давить автомобили, а гаишникам пришлось даже выпустить специальный голубиный знак. Я помню, в горкоме Комсомола раздавались мне звонки. Вот голубь запутался в проводах на подоконнике, бьется птица бедная, надо ей помочь. Я звонил пожарную команду, и выезжали пожарники и выручали этого голубя, который, бедолага, попал в какие-то там где-то провода. Инструкции розданы, церемонии отрепетированы. В Москву начинают съезжаться зарубежные участники фестиваля. И неожиданно оказывается, что продуманное наверху до мелочей мероприятие начинает жить какой-то своей особой жизнью, не всегда сверяясь с планами, утвержденными отделом пропаганды. В эту беднейшую страну, особенно претерпевшую все ужасы гигантской страшной войны, хлынули толпы веселых, нарядных со всего мира, ярко одетых людей, которые смеялись. А, кстати говоря, вот сейчас кажется, ну и что? Ну смеялись. Но на самом деле улыбки, смех были так редки в той жизни нашей задавленной, совдеповской. Это не просто какие-то делегации, это толпы, толпы и толпы. И все это были, почти все были молодые красавцы и красавицы, с горящими глазами, веселые, с такими сверкающими белоснежными улыбками, как-то пестрые, ярко одетые. В руках у них были банджо или какие-то другие инструменты национальные. Вот я не помню, маракасы, да, трясли. Московские девушки просто обомлев, смотрели на это, потому что они никогда ничего подобного не видели. Мама хорошо говорила на трех языках, а это очень важно, когда нет барьеров. И, соответственно, она могла просто спокойно общаться с иностранцами без комплексов, без фобий. Воспитанная в духе пуританской советской морали, москвичи обоих полов, открыв рот, смотрели на раскрепощенную зарубежную молодежь. Ведь даже в продвинутом МГУ за поцелуй на лестнице в общежитии можно было заработать неприятности. В чем, кстати, успел лично убедиться и американский делегат, режиссер Ларри Майер, застуканный со студенткой в ГИКа. Стоял совершенно разъемный, десурный, и буквально зашивок их держал и говорил. Вот стояли, целовались. Ларри был возмущен до предела. Он сказал, что нигде не было написано, что этого нельзя. В общем, права свои он защищал отчаянно, а завтра на нашем семинаре он председательствовать должен. Я начала его уговаривать. Он сказал, не буду председательствовать, вообще чуть не покидаю Москву и никогда не забуду вам этого. Но тем не менее мы его уговорили. Неформальные контакты между москвичами и приезжими из-за рубежа стали завязываться с первых же часов. При том, что эсперантистам, к примеру, отвели на общение всего два дня в конце фестиваля. Звонок в дверь. А я убираю квартиру, мою пол в каком-то халате рваном, ужасном. Открываю дверь. Очаровательный, явно иностранец, оказывается, Хосе. Хосе Мартин. Я, значит, совершенно... Испанец. ...шок у меня был. Он говорит, ну что вы, очень хорошо. Я именно такой представлял Наташу Ростову. Сомнительный комплимент Наташу Ростову был. И потом мы ехали в автобусе и говорили с ним на эсперант. Вокруг нас собралась толпа. И все говорили, что он вам сказал? А что вы ему сказали? А что он вам сказал? А что вы ему сказали? Шок общения. Во время фестиваля у простых людей страх ушел. Вы знаете, не только ксенофобии не было. Но наоборот, было ощущение, что наконец-то раздвинулись какие-то дырки между двумя мирами. И эти миры только и хотят слиться в экстазе, в восторге. Москва, как по мгновению волшебной палочки, переменила свое лицо. Всюду слышалась музыка. Причем музыка крайне непривычная. И это создавало ощущение какого-то невиданного карнавала, сна. В день открытия фестиваля, когда колонна с делегатами двинулась от ВДНХ до Ложняков, от наплыва стихийных зрителей на улицах едва не случились трагедии. Делегация вся шла от Первой Мельчанки и на Садовое кольцо. А напротив был магазин Щербаковский. Универмаг. И вот как раз в этот момент, когда колонна проходит, и вдруг крыша лопается. Люди лезли на деревья, на фонари, чтобы только увидеть вот это шествие. Это был шок свободы. Вы знаете, дело в том, что все-таки всего 4 года минуло со смерти Сталина. И очень трудно было раскрепоститься от этого чудовищного, леденящего страха. Страха всего на свете сделать чего-то не так. В парке Горького разместились десятки и десятки художников из разных стран. И в том числе, значит, я был тоже. И я помню впечатление, какое произвели американские художники, которые выливали из ведра краски на холст. Плескали их, брызгали кистями и издали. Краски текли, смешивались. В разные стороны разбрызгивались. И вдруг я почувствовал, что из этого хаоса возникает очень интересный, яркий художественный образ. Он не имел соцреалистических границ, но он был очень чувственным. Атмосфера чувственности и всеобщего взаимного интереса буквально витала в московском воздухе. У нас все время в доме были африканцы и латиноамериканцы. Меня учил таблица умножения, когда у меня было, ну сколько лет, там 8, когда ее изучают. По-моему, африканец из берега слоновой кости. Всем, кто знал языки, окружающие завидовали невероятно. Но тем летом москвичи готовы были общаться и без слов. Во время фестиваля я знакомлюсь с молодым человеком из Австрии. Звали его Роберт. Ну, конечно, нам было общаться трудно. Он не знал русского языка, я не знаю немецкого. Но кое-как общались. Этот Роберт пригласил меня на бал в Кремль. И мы договорились встретиться в метро эскалатора. Московское метро, как место встреч, пользовалось в те дни особой популярностью. По утрам стрипнется голова имя Москва. По утрам даже солнце пробивается к вам. Если верить в удачу, все свершится скорее. Вот бы встречу назначить из стеклянных дюй. Ну, я, конечно, нарядилась. Все самое лучшее, светлое, красивое, нарядное. Хожу в метро. Стоит Роберт. На голове у него одета шапочка такая с перышком. Типа тирольской, что ли. Ну, думаю, ладно, национальная. Ну, и взгляд мой так невольно опустился вниз. И тут я чуть не упала на эскалатор. Вместо брюк на нем были одеты шорты. А у нас тогда вообще такого слова даже не знали. Думаю, ну, сейчас тебе завернут, конечно, никуда не пустят. И вдруг радость, счастье нас пропускают. Проходите, пожалуйста, плиз. Да, мы очень стеснялись, стеснялись подходить. Когда нас пригласили ребят танцевать, мы даже боялись сделать шаг. Потому что мы привыкли в школе тогда делать шаг. Два шага вперед, один в сторону. И вдруг здесь, значит, эти африканцы стали еще другими местами шевелить. И мы не знали, как это. И так ужасно стеснялись, краснели, потому что наши тела даже не двигались. Раскрепощение происходило быстро. Причем в декорациях фестивального карнавала смелее развивались даже сугубо комсомольские романы. Валентина и Виктор Смирновы поженились уже через месяц после встречи на фестивале. Ну, такая обстановка была, что, конечно, сопутствовала любви и всему такому доброму. Мы в гостиницу «Алтай» часто ходили. Заря, там, в Восток, они... Там специальная площадь была, там танцевали. Рок-н-ролл танцевали? Да я уже не помню, какие... Такие звуки какие-то... Да, было дело. Тут же рядом стремительный скачок через тысячелетия. Острый приступ рок-н-ролла. Алтай и Заря входили в большой гостиничный комплекс, который городские власти специально к фестивалю построили у окружной железной дороги. На территории городка были самые разнообразные бытовые мастерские. А, пожалуй, больше всего работы было у сапожников. Туда, в центр фестивальной жизни, которая не прекращалась ни днем, ни ночью, ежедневно стекалась молодежь со всех концов Москвы. По большей части, это были молодые москвички. Проходившие дискуссии о путях развития мира в условиях двух систем, их интересовали мало. Тянулись за другим. Дело в том, что вообще в России в то время был огромный дефицит на мужчин. Мужчин поубивали. Возвратившиеся с войны люди были искалеченные, замученные длинной войной, исхудавшие, небритые. В общем, в целом, много было раненых, без ног, без рук. И поэтому для девушек вот эти толпы фестивальных красавцев были заманчивы, как горы сладких тортов. Особенно никто себя не сдерживал. Как-то в момент нашлись чувства, которые бросили эти две толпы, москвичей и приезжих, просто навстречу друг другу. Дум фестивалей Тагой оказис облаздири сексе революцио. В дни фестиваля произошла, можно сказать, сексуальная революция, на время поколебавшая моральный кодекс строителей коммунизма. Власти были к этому, мягко говоря, не готовы. Буквально, буквально на второй же день меня повызвал секретарь горкома комсомола Михаил Федорович Давыдов и говорит, слушай-ка, ты объявляешься начальником охраны общественного порядка в местах проживания иностранцев. Тебе придается сколько нужно. Я так в бухтоговорах сказал тысячу комсомольцев. Мне каждый день выделяли тысячу комсомольцев, которые, ну как вам сказать, они отцепляли этот район и вытесняли к 11 часам вечера, вытесняли гостей, ну не гостей, москвичей, вытесняли с этой территории. Иначе просто-напросто никто не уходил. Встречи происходили в самых неожиданных местах. Случалось, как утверждают, даже на Пятницком кладбище. Особого кощунства в этом участнице событий, скорее всего, даже не усматривали. Общество-то было глубоко атеистическим. А приглашать иностранцев домой у большинства москвичек не было ни малейшей возможности. Жили в коммуналках. Это длинные коридоры, завешанные лоханками и велосипедами. И снующие бабки, которые всюду суют нос. И которые тут же устроили бы, конечно, вопли. И ж кого привела? Да, какого-то Черномазова, это одно. Второе, это то, что была огромная армия так называемых стукачей, которые, собственно говоря, основали по улицам, жили в каждой квартире. Я не оговорился. И именно в каждой. Но не все им было подвластно. Это было лето. Это было очень теплое, очень солнечное лето. Москва была очень зеленой. Потому что во время войны никто не ухаживал за этими деревьями. Парками, скверами и так далее. Сюда гигантские кустарники. Какая-то полутьма зеленая в любом парке. И все это происходило там. И все это происходило очень даже прекрасно. К взаимному удовольствию. Из отчета в ЦК в ЛКСМ. Руководитель делегации Судана особо подчеркнул нежелательность действий комсомольских активистов, которые пытаются опознать личность девушек. Причем применяют методы тайной полиции. То есть под предлогом закуривания освещают лицо девушки и иностранца. Эти действия истолковываются членами делегаций Швеции, Сирии, Египта и ряда других стран, как ведение слежки за иностранцами. Члены делегации Судана приняли решение не гулять с советской молодежью, особенно в вечернее время. Исходя из этого, вечером 1 августа суданцы гуляли только с датчанками. Никаких тайных агентов не было. Это были ребята из заводов, с фабрик, которые, так сказать, ходили и довольно вежливо вытесняли. В горкоме комсомола боялись проституток. Не дай бог, генерическое заболевание, боже мой, потом не оберемся, скандалы, шумы. Прими меры, чтобы там ни одной не было. Как принять меры? Меня милиция спасла. Она отловила 5-6 профессионалок, отвезла их на Рафике. Рафика-то такие автобусики были. Куда-то там в загород. И выстрелила. Испортила прически. Постригла, испортила товарный вид. Сказала, все, теперь почта сработает так, что все они отсюда уберутся. Это действительно сработало. Наверное, там на третий, четвертый день уже их не было. Ну, были, так сказать, наши, московские, то, что называется, по любви встречи в кустах. Но тут уже, так сказать, ну что поделаешь. Язык объятий, язык горящих глаз и улыбок делал свое дело. И, как все это прекрасно помнят, после фестиваля пошла волна, в общем, деток фестиваля. Темненьких, всяких разных. Люди бывают разные. Есть белые, а есть красные. Есть даже чернецажи. Собственно, с этого момента начался уже заключительный акт в истории грандиозного мероприятия. А те две недели пролетели, как один день. Расставались все буквально со слезами на глазах. И многие надеялись, что теперь-то железный занавес навсегда остался в прошлом. Стали выходить книги, которые никогда не издавались. Стали выходить фильмы, которые лежали годами на полках. Это немножко, конечно, совершенно была уже другая эпоха в нашей стране, которая, к сожалению, закончилась быстро. Фестиваль ведь повлек за собой массу новаций и в том числе тот самый огромный политико-идеологический эксперимент, который называется подготовка национальных кадров для Азии, Африки и Латинской Америки. То есть где-то спустя буквально полтора-два года после того, как состоялся шестой фестиваль молодежи и студентов в 1957 году, к нам стали прибывать первые когорты молодежи в хорошем, нормальном, фертильном возрасте. Мой отец революционер, а мама училась в МГУ. Моя мама была очень политизирована. Сын кубинца и москвички-музыкант Герберт Моралес из поколения первых мулатов, рожденных тогда в Москве. Правда, от отца, воевавшего вместе с Чи Геварой, у него остались лишь экзотическое имя, дополевая беретка. Собственно, мне так кажется, что надо все-таки цепляться не за революционный дух. Мне кажется, что отец должен быть отцом, матью, матерью должна быть семья. А когда вот это немножечко, мне кажется, ненормально, когда мама зауважала его как революционера и, собственно, создали меня. Молодцы, ребята. Несмотря ни на что, мама нам очень старалась дать хорошее образование и дала. Другим детям фестиваля, как тут же стали называть всех мулатов, повезло меньше. Особенно драматически сложилась судьба у тех, в чью жизнь бесцеремонно вмешалось государство. Некоторые ребята, которые уехали с фестиваля, они знали, что их девушки беременны, и они даже хотели их взять с собой. Хотели, даже писали об этом. Я помню, муж рассказывал об этом, потому что они встретили вот этих студентов, ребят в Африке. Но, к сожалению, Советский Союз ни в коем случае их не выпустил. И вот эти дети, конечно, они были несчастливые, потому что я знаю, что вот как раз поселок Моссовета, где-то по северной дороге, да, значит, там вот был как раз приют для таких детей. В стране негласно продолжал действовать уже отмененный сталинский указ о запрещении браков с иностранцами. Был такой француз рабочий, коммунист, Жан Тома, у которого возникла, ну, в общем, очень глубокая любовь с одной девушкой. Вот Светлана, она тоже есть на фотографии. Они хотели пожениться, и потом в течение нескольких лет они добивались разрешения, не получали. Они обратились к Оренбургу, который пытался помочь, не получилось. И так, в конце концов, ему не удалось заключить брак. Этот Жан Тома до этого был большим другом Советского Союза, я не знаю, в кем он в результате остался. Остался ли он этим другом. Еще несколько лет как-то было какой-то гнаток свободы, а потом стали закручивать гайки опять. Опять стали закручивать гайки. Откат произошел чудовищный, потому что, конечно же, они, они, это значит совок, опомнились довольно быстро, поняли, чего они там натворили, поняли, что это прежде всего произошло для так называемых советских людей, зрелище абсолютно непозволительное. Мы вдруг увидели людей с какой-то совсем другой психологией, с другим отношением к жизни. Это в какой-то мере определило даже мою дальнейшую жизнь во многом, потому что после этой встречи я вдруг почувствовал, что я, ну, не просто житель России, а что я житель мира одновременно. И стали писать о том, что вот, вы не забывайте, мол, западные пропагандисты, империалистические, они очень хитрые, все это было подставное, что для советского гражданина это ни в коей мере не может быть, не только ни любви, ни дружбы, вообще ничего не может быть между этими двумя частями человечества. Но дух фестиваля уже переместился с улиц в московские кухни и в художественные мастерские, из которых позже вышел весь андеграунд и шестидесятники. Мастерскую Анатолия Брусиловского этот свободный карнавальный дух не покидал и в самые застойные годы. В 69-м году ко мне пришел знаменитый итальянский фотограф и он мне говорит, вот я приехал в Россию, у нас издавна существует мнение о том, что Россия это страна покрытая снегом, по улицам бродят волки и медведи. В общем, всякие глупости. Он сам понимал, что это полные глупости. Но мне очень хотелось бы развенчать это и показать какой-нибудь момент, какую-нибудь сторону Москвы, как нарядную, веселую, яркую, замечательную. Почему же нет? Я тут же позвонил знаменитейшей манекенщице номер один, это такая Галя Миловская. Она до сих пор жива, она живет в Париже. И она пришла. И пришли итальянцы. Я перед этим пошел на центральный рынок, накупил огромное количество экзотических фруктов. Выложил это на стол, поставил такой раструб от старинного граммофона в виде рога изобилия. Галя разделась и я стал на ней писать картину. К тому моменту, к 69 году, никакого боди-арта не существовало нигде. Итальянцы поместили весь этот цикл фотографий в этот журнал, который называется «Эспрессо». Но поскольку к фотографиям надо было между фотографиями давать какой-то текст, то они взяли, достали каким-то странным образом тайком поэму Твардовского «Теркин в аду». Но они ее переиначили, это название, и по-итальянски это звучит над прахом Сталина. И получалось так. Вот ад, ад, но в нем еще есть замечательная сладкая жизнь, без всяких большевичков, без всякой, так сказать, там, муры советской, вот этой пропагандистской. Ну, наверное, мы уже внуки фестиваля. Эти ребята выросли, не зная железного занавеса. Любовь, она всюду, весь земной шар, он весь создан из любви, из каждой клеточки. Это для глупых людей, для глупых людей. Для умных людей важно интернет, технологии, знания, как все этим пользуются, чтобы собрать себе нужную информацию. И для умных, продвинутых людей нет ни кожи, вот этого ничего нет. То есть кто там что думает, мне с этим человеком хорошо. То есть я нашла что-то такое дорогое, такое близкое, вот. И что другие люди об этом думают, но это не их дело. И она самая главная, это чтобы было весело, чтобы был юмор, чтобы была интересная информация и чтобы была любовь. Идет молодое поколение советского народа. Слова, мир и дружба живут у него не только на устах. Амикеца, дружба, вот Амма как-то вслух не произносили любовь. Но кажется, ни один язык не мог бы точно передать то, что происходило в Москве летом 57-го. Это было удивительное мгновение в истории Москвы, которое по своей счастливой атмосфере не может сравниться ни с чем. Те две недели показали, что наша столица может быть открытым городом, не потеряв при этом своеобразие и величие. Потрясающие кадры кинохроники, которые обошли весь мир. Трибуны ахают, зрители вскакивают с мест, аплодируют. В небо над Лужниками взмывают 40 тысяч голубей. Ну, не все улетели, между прочим. И они завернулись, они завертелись в эти козырки Лужниковского стадиона и не улетели. На утро следующего дня там должно быть спортивное соревнование. И тогда московские голубятники подсказали беспроигрышный вариант. Почтового голубя может увезти за собой только хорошенькая голубка. На следующее утро, рано, уже это не утро, это ночь, это серое утро. Смотрю, несколько, десятков человек с этими корзинками, а там голубки. Это те самые голубки, которые они подпускали под этих вот, оставшись там, и вывели все это орау. Там и на лачефа символу детья Москва, сомеро деквиндексепа. Главным символом того московского лета 57-го года все-таки была любовь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok